Здравствуйте, ребята! Я недавно рассказывал, как я такой вот ремонт временный сделал на вот этом вот смесителе. Ну, что я сделал там? Кому интересно, вот видео здесь вот вверху подсказочка есть, или внизу в описании будет ссылка. Значит, я там рассказывал, что вот эта гайка она оказалась не бронзовая какая-то. Ну, в общем, она разложилась там и на самом деле, не знаю, кто его собирал. Вот здесь вместо уплотнения вот здесь две канавки. Вот они, видите, вот тут вот. Сейчас я... Вот одна канавка, вот вторая канавка. И вот вот она гайка, видите, как заняла. Она покрашена, она какое-то не бронзовое, а бронзовое напыление. Вон, видите, плёночка осталась с бронзового напыления. Ну, в общем, она сгнила, и вот эта вот штука начала пропускать. И я там рассказывал, пока подматывал. Здесь, значит, что они сделали? Не поставили резинки вот здесь уплотняющие, а фум-лентой намотали. Ну, и, в общем, я не смог вот это всё отремонтировать, потому что не нашёл гайки. Ну, а сегодня мне повезло. Я взял вот эту, скрутил гаечку, пошёл на рынок, и в одном месте спросил, ну, там такого нету, мы вот можем вам другой-ка, этот самый, вот эту вот штуку предложить полностью, выкрутить. Вот, а она в другом месте нашёл. Мне, значит, предлагают вот эту вот штуку, вот этот шар, вот этот, две гайки вот здесь, которые зажимают шар, там, вот этот сам шток с шаром и вот такую вот гаечку. Я говорю, а отдельно можно такую вот гаечку отдельно? Да, пожалуйста, сейчас поищем. Поискали мне вот такую вот гаечку отдельно дали. Вот она, смотрите, вот она гаечка. Вот она, видите, это вот та гаечка, эту сегодня купил. Я говорю, сколько же она стоит? Она стоит, она говорит, совсем чепуху, 20 гривен. Я говорю, а уплотнения есть такие? Ну, вот, я говорю, женщина, говорит, вот такие вот есть уплотнения по 50 копеек. Подойдут они вам или нет. В общем, я сейчас взял уплотнение по 50 копеек и вот эту вот гаечку или букс, или как я... Не, не букс, это гайка, обыкновенная гайка, вот с такой резьбой интересной. Ну, сейчас буду вот сюда это все сооружать. Сооружать буду сейчас, значит, одену вот эти вот уплотнения, ну, а потом будем дальше. Так, значит, колечки я вон два поставил, тугенько, все, они зашли. Ну, и теперь, конечно, эту гайку я не буду ставить, а поставлю вот эту вот новую, бронзовую. Сейчас предварительно вот здесь вот смажу мылом и буду накручивать. Так, поставил я, видите, эту гаечку, вот. Ну, что, не мог я, аж пальцы тут занимели, не мог ее накрутить, потому что вот эта вот часть, вот эта вот там фаска такая, ну, как бы не очень плавная фаска была. Прошлось мне взять над филечком и краешек, он такой, знаете, незакругленный. Я так плавно его закруглил и потом наждачной мелкой бумажечкой сошлифовал его. И вот так раз, и все это отделалось плотно и хорошо. Но сейчас проверим, как она будет у нас. Пропускать не будет или нет. Так. Так. Вода шумит. Смотрим сюда. Нигде не пропускает. Сухо, все нормально. Так. Теперь сейчас мы переключим. Так. На. Вот так вот, ребята. Значит, сегодня мне удался ремонт смесителя. Значит, можно было купить новый смеситель, что я и сделал запасной. Купил смеситель, потому что время идет, он подорожает, этот может все равно испортиться, выйти из строя. А я запасной купил сегодня, так что лежит в запасе. А этот мне ремонт обошелся в 21 гривну. Так что можно, оказывается, сделать ремонт смесителей самому. Значит, вот заменил вот эту вот гаечку и две резиночки там поставил. Ну, а сейчас вот это вот все поставлю на место. Вот это винтик закручу и одену вот эту вот крышечку камуфляжную. Ну, вот и все. Закрыл. Покрыл. Все. Тут не капает. Не капает. Все нормально. Так что теперь будем продолжать пользоваться до того момента, пока он выйдет весь из строя. Ну, в общем, ребята, благодарю всех за внимание. Делайте ремонты сами. Обходится не очень дорого. До свидания. Удачи вам. Спасибо.